О, привет! Заходи! Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Смотрите видео до конца и вы узнаете, какие фишки я применяю в холодное время года, чтобы не замерзать при большом количестве употребляемой сырой растительной пищи. Итак, если мы рассматриваем естественное питание, а именно о нем я все время говорю на своем канале, или хотя бы мы говорим о переходе на естественное питание, о попытках изменить свое традиционное питание в сторону более здорового, каковым является естественное питание. Так вот, если мы говорим об этом, то мы выделяем 4 основные группы продуктов, которые рассматриваются именно на естественном питании. То есть это 4 основные группы, которые можно назвать естественными продуктами для человека. Что это за группы? Первая группа продуктов – это сырая растительная пища. Овощи, фрукты, зелень – все, что относится к растительному миру, и все, что можно съесть в сыром виде, без риска отравиться. Вторая группа не менее важная – это жиры, самые различные, как растительные, так и животного происхождения. Третья группа – это животный мир. Это пища животного происхождения, но я имею в виду натуральную пищу. То есть если мы говорим о мясе, то это именно мясо животных, но не колбаса, не сосиски и не какая-то другая чебурашкина еда. Если мы говорим о рыбе, то это именно рыба, но не какой-то суррогат типа крабовых палочек или что-то в этом духе. Это яйца, это некоторая молочная продукция, в общем, все, что имеет отношение к натуральным продуктам животного происхождения. И четвертая группа, она небольшая, и она является как бы таким промежуточным звеном на переходном этапе – это термически приготовленная растительная пища. Ну, это всем известные традиционные вареные, тушеные, пареные растительные блюда, такие как супы, каши, рогу овощные и так далее. Все в таком духе. Среди этих четырех групп растительная, сырая растительная пища занимает, конечно же, первое место, иначе это бы не было естественным питанием. Наступает зима, холодно, и совершенно правы те люди, которые утверждают, что сырая растительная пища охлаждает нас, охлаждает наш организм. Да, можно с этим согласиться, но из каждой ситуации есть выход. Дело в том, что при той пользе, которую оказывает сырая растительная пища на наше пищеварение, на состояние нашего кишечника, а именно он является главным звеном в процессе пищеварения, иммунитета и, в общем целом, здоровья человека. Так вот, чтобы сырая растительная пища приносила пользу, но в то же время не охлаждала организм и не приносила дискомфорта, есть несколько фишек, которые я применяю в своей жизни, в своем питании, и эти фишки позволяют не охлаждаться и не замерзать. И я сегодня готова поделиться ими с вами. Итак, фишка первая. Вся сырая растительная пища, и овощи, и фрукты, и зелень должна быть согрета, прежде чем вы употребите ее в пище. Согрета в самом прямом смысле этого слова, всеми доступными способами. Я не имею в виду, что вы будете ее жарить или тушить в сковородке, я имею в виду, что нужно просто пищу положить куда-то или в теплое место, ну, например, на батарею отопления, на некоторое время, чтобы она согрелась. Можно положить продукты, там, те же фрукты, да, или плоды на водяную баню. То есть, положить в какую-то тарелку или мисочку и поставить эту тарелку-мисочку на водяную баню. Таким образом, ваши продукты согреются. Либо же вы просто кладете те же яблоки, груши, там, или апельсины в хорошо теплую воду, почти горячую, на некоторое время, чтобы они согрелись. В любом случае, можно придумать много разных способов, как не есть пищу в холодном виде, уж тем более не есть ее из холодильника. Это совершенно точно. Я заметила, что и фрукты, и овощи становятся более вкусными, когда мы их едим в теплом виде. Итак, фишка первая состоит в том, что мы продукты слегка подогреваем перед их употреблением. Я имею в виду сырую растительную пищу. Вторая фишка состоит в том, что мы должны использовать достаточное количество жиров в своем рационе, особенно, когда речь идет о холодном времени года. Я очень часто встречаю такое мнение, оно совершенно ошибочное, о том, что жиров нужно уменьшать, ибо это приводит к набору веса, увеличению массы тела. Это совершенно неправда. Если употреблять правильные жиры, употреблять их грамотно, в правильном сочетании, в достаточном количестве, без фанатизма, то жиры приносят только пользу, исключительно пользу. И жиры – это хорошая работа кишечника. Жиры – это усвоение жирорастворимых витаминов. Жиры – это образование сурфактанта, выстилающего легочные альвеолы. Жиры – это хорошая работа, слаженная работа гормональной системы. Жиры – это насыщение, это чувство удовлетворения от принятой пищи. Любая пища, практически любая пища, будет намного лучше восприниматься организмом, если она сопровождается хотя бы каким-то количеством жиров. Ну, естественно, при условии, что вам нравится такое сочетание. Причем я для себя открыла совершенно неожиданное сочетание. Например, все привыкли есть хлеб со сливочным маслом, так называемым бутерброд. Так вот, когда я отказалась от хлеба, я обнаружила, что очень вкусно есть сливочное масло, намазанное на ломтик огурца, на ломтик редиски, на, в принципе, на любой овощ или плод, даже на листья шпината. Просто это не принято традиционно, и это кажется непривычным. Но стоит только попробовать, можно понять, что это на самом деле очень вкусно, очень приятно, и это хорошо насыщает. Итак, фишка вторая заключается в том, что вам нужно употреблять зимой достаточное количество жиров в сочетании с сырой растительной пищей, чтобы не замерзать. И, наконец, третья фишка, которая позволяет вам без содрогания употреблять сырую растительную пищу, это компромиссный вариант между сырой и термически приготовленной. Как мы воспринимаем термически приготовленную еду растительную? Как варива, в котором разрушена вся клетчатка. То есть, ну, например, суп, да, мы варим суп до полного его приготовления, то есть, чтобы все овощи, плоды стали мягкими в супе, и это считается нормой. То есть, это нормальный сваренный суп. Если в супе что-то хрустит, говорят, что его не доприготовили, да, его не доварили, он хрустит. Или, скажем, тушеная капуста. Тушеная капуста предполагается, что это какой-то мягкий продукт, который легко оживать, и он, то же самое, разрушена клетчатка полностью, и когда мы его едим, у нас ничего не хрустит на зубах. И тоже относится к любой пище. То есть, принято считать, что термически приготовленная должна быть приготовлена, ну, вот прям просто до полного, полно, до полной размазни. Так вот, очень хорошо ввести в свой рацион полуприготовленные, полуприготовленные овощи и плоды, которые лишь прошли слегка термическую обработку, и у них клетчатка не разрушена. С одной стороны, вы все еще едите горячее блюдо, но с другой стороны, у него не разрушена полностью клетчатка. И такое блюдо сохраняет свои свойства клетчатки, которая идет на корм нашим полезным бактериям. То есть, свойства очищения кишечника такая клетчатка сохраняет. Ну, как это выглядит на практике? Ну, к примеру, мы берем какие-то плоды или овощи, скажем, морковка, стручковая фасоль, например, брокколи, перец. Ну, вот такие часто употребляемые плоды и овощи, которые мы готовим термически. Мы просто режем их на кусочки, которые удобны для употребления, и бросаем в сковородку, в раскаленную сковородку, буквально на несколько секунд. Можно накрыть крышкой, можно добавить жиры, можно без добавления жиров, можно добавить жиры в готовое блюдо. И у нас получается такое горячее блюдо из овощей или плодов, которое, в принципе, сохранило все свойства сырой растительной пищи. Я называла вам три фишки. Пользуйтесь ими в своих попытках перейти на естественное питание и будьте здоровы. Пока, до встречи. И посмотри еще вот это видео. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok